МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что их начнут будить по утрам. Футбольные страсти. Барнаульская «Динамо» впервые за 30 лет вышла в одну 16-ю Кубку России. Здание Новозыряновской школы в Заринском районе в ужасающем состоянии. Бьют тревогу сотрудники учебного заведения. Они сообщили, что спортзал в школе находится без крыши. Между тем, учреждение комиссия официально признала готовым к учебному году. У нас половина спортзала раскрыта. Прямо вообще только вот эти поперечные сваи и все? Да. В свое время в ноябре раскрыло ураганом. А затем каждый ураган все дальше и дальше. То есть полкрыша осталась открытой, полкрыш пока еще держится. Те крепления доски, к которым прибивался шифер, их фактически там нет. Там тоже это все вырвало. Вот шифер, который сейчас есть, мы не знаем, на чем он интересно держится. По словам сотрудников школы, проблема с крышей существует уже много лет. Но обратили на нее внимание лишь в прошлом году, когда в кровле и над кабинетами появились дыры. Вот только крышу здания основной школы отремонтировали, а про спортзал забыли. С тех пор капремонт кровли над спортивным объектом обещают, но пока ничего не сделано. Между тем плесень от сырости уже покрывает не только спортзал, но и тренерскую, а также раздевалки. Сегодня в Барнауле прошел масштабный форум среди алтайских редакторов, корреспондентов, блогеров и медиа-менеджеров. Его инициировал Союз журналистов России. Эксперты из федеральных изданий устроили настоящую медиавстряску и выдали готовые решения, как увеличить аудиторию СМИ и как работать в условиях нарастающей цензуры в интернете. На форум многие приехали из глухих сел, где даже не слышали о монетизации контента и о том, что все СМИ уже давно перебрались в интернет. Здесь ситуацию пытаются исправить эксперты из федеральных изданий. На протяжении всего дня они проводят мастер-классы, читают лекции и обсуждают самые острые темы. Например, цензура в интернете. На форуме даже прозвучала саркастическая фраза, что Барнаул – столица экстремизма. Судя по историям об уголовных делах, зарепосты и картинки. Есть органы правоохранительные, которые обязаны просто по природе своей обязаны заботиться о том, чтобы законы исполнялись. Каких-то сверхъестественных действий с помещением людей в следственный изолятор, в непригодные условия и все такое прочее тоже не произошло. Идет спокойное разбирательство. На подписчиков крупнейшего интернет-сообщества «Края Барнаул-22» неоднократно писали заявление за оскорбление личности. Алексей Куреленок давно понял, как далеко могут завести высказывания, носящие религиозный или политический характер. Как руководитель группы он следит за контентом. Но вычитать все комментарии невозможно. В день на странице сообщества их появляется тысяча. Если не ошибаюсь, все это заканчивалось мирным урегулированием конфликтов. Но люди, я думаю, теперь понимают, что необходимо следить за своими словами, постами, действиями в интернете. Написал комментарий, просто так и забыл про него. Но потом придут к нему и спрошат, зачем ты это сделал. На форуме прозвучало несколько предложений. Одно из интересных – председатель Союза журналистов Алтайского края заявил, что наряду с программой «Сельский доктор» должна быть программа «Сельский корреспондент». Однако представители власти говорят, что бюджету так не хватит миллионов на все профессии. Видимо, большая нагрузка и низкая зарплата так и останутся вечными спутниками районных журналистов. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Отменили из-за неявки. Бийские депутаты прогуляли 11-е заседание Городской думы. После двухмесячного перерыва на собрание явились только 13 народных избранников из 29-ти. В соответствии с уставом Бийска, если в зале присутствует меньше половины депутатов, то дума считается неправомерной. В большом зале заседаний непривычно пусто. Из 30 кресел занято лишь 13. Такой массовый прогул депутатов до этого дня зафиксирован не был. Правда, шестеро народных избранников отпросились у председателя заранее. А вот остальные 10. О своем отсутствии даже не предупредили. Без установления причин, то есть мы обзванивали, сказали, что будут на заседании, тем не менее сегодня не пришли. Это Беляев Евгений Анатольевич, Беляев Евгений Николаевич. И коммунисты в полном составе. Это 8 человек депутатов. Депутаты у нас задыхались. Поэтому очень, очень, очень это как бы некрасиво. Потому что есть вопросы городские, которые нужно решать, значит, безотлагательно. И такое поведение депутатского корпуса, значит, оно недопустимо. Мы будем это дело разбирать обязательно, что происходит. Из всех намеченных мероприятий удалось провести лишь одно. Новоиспеченному депутату, члену фракции «Справедливая Россия» Диане Чуй, вручили депутатское удостоверение и значок. А вот рассмотрение 13 вопросов, заявленных в повестке дня, пришлось отложить. Я прошу оперативно отработать эти вопросы. Это серьезно, это очень важно. В противном случае мы должны на сегодня остановить все ремонтные работы на улицах города. Мы нашли возможность направить дополнительные ассигнования. Львиная доля как раз приходится на городские дороги. Последнее заседание Думы состоялось в июне. И вот, спустя два месяца, депутатский корпус собрался всего на 7 минут. И теперь голосовать по вопросам, которые уже не терпят отлагательства, народные избранники будут по телефону. Непростая ситуация с дебиторской задолженностью в Алтайском крае стала темой для дискуссий. В Барнауле прошла встреча за круглым столом крупнейших ресурсоснабжающих организаций с представителями власти и управляющих компаний. Подробнее в нашем сюжете. Дебиторская задолженность и как с ней эффективнее бороться – главная тема встречи. За круглым столом представители ассоциаций ресурсоснабжающих организаций Барнаула, директоры барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании и барнаульского водоканала. Участники круглого стола признают – законодательные и регулирующие инструменты, которые сегодня действуют, не всегда работают. Например, только сибирской генерирующей компанией барнаульцы задолжали более миллиарда рублей. За календарный год на 1 августа прирост составил менее 75 миллионов. В общем-то это, можно сказать, достижение. Такой минимальный прирост задолженности за прошедший год достигнут впервые. Во многом это заслуга расщепления платежей, когда деньги жильцов идут напрямую ресурсовиками, аминую расчетные счета управляющих компаний. Это мероприятие позволило поставить барьер возможности так называемого заворота денег на расчетные счета управляющих компаний и возможности руководителей этих управляющих компаний использовать эти деньги не по назначению. Каждый житель четко знает, сколько он заплатил за тепло, воду. Деньги сразу идут поставщику. Однако сегодня на рост дебюторской задолженности влияет нераспределенный объем ресурса. То, что было абонентом, потреблено, но в квитанции по оплате не попало. Эту тему затронул директор Росводоканала Барнаул Дмитрий Масловский. Решить проблему он предлагает путем обхода квартир, инвентаризации нежилых помещений и автоматической передачи показаний умными приборами. По мнению экспертов, все эти мероприятия должны вести управляющие компании и ТСЖ. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. До 1 марта вузы края должны определить ответственных за утреннюю побудку учащихся, проживающих в студенческих общежитиях. Такое правило утвердил Росстандарт. Как к новшеству отнеслись студенты, их родители и сотрудники общежития, выясняла Валентина Аскерова. Ваня, вставай на занятия. Опаздываешь. Быстренько поднимайся. Утро уже. Спасибо большое, Анна Ивановна. В политехническом общежитии практика будить студентов действует не первый год. Правда, услугой пользуются далеко не все. Большинство отказываются. Говорят, и сами можем проснуться. Но к некоторым подход особый. В основном это касается парней. Те родители, которые просят будить, мы, конечно, будем. То есть, как бы, эта работа у нас проводится. То есть, мы не то, что это услуга обязательная, но индивидуально мы как раз подходим к этим детям, у которых, если родители просят, либо деканаты просят. За своевременное пробуждение студентов отвечает заведующий общежитием и штатный психолог. Они считают, что это часть воспитательной работы. И общий утренний подъем во всех вузах, говорят сотрудники общежития, новшество исключительно положительное. Правда, с такими методами воспитания не согласны родители студенческой молодежи. Нет, я не думаю, что нужно будить. Это мне напоминает, есть такая специальность по подниманию пингвинов. Это то же самое, что поднять пингвины. Поэтому нет, студент должен сам вставать, сам просыпаться. А вот сами студенты не против таких нововведений. Вообще, меня тяжело очень разбудить. Поэтому еле как с будильником вставить. Не ругаешься на тех, кто будет? Нет. А хочется? Ну, иногда бывает, когда неохотится вставать. Некоторые приезжают, они даже суп себе сварить не могут. Не то, что встать по утрам. Для первого курса обязательно должно быть, потому что они приехали только с дома. Их будили родители, и сейчас они не понимают, что происходит. Но впоследствии это нужно убирать, потому что иначе они так никогда не повзрослеют. В классическом и медицинском вузах о предложении Росстандарта наслышаны, но признаются, что от новой идеи не в восторге. Самодисциплина должна быть в любом, уже взрослый человек. Самодисциплина должна быть. Между тем, новое правило «Утренняя побудка» прописано в новом гости о содержании в студенческих обрежитиях, который утвердил Росстандарт. Вести его вузы должны с 1 марта 2019 года. Валентина Скерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где должны решить судьбы сиамских близнецов из Шипуновского района, перенесли на сентябрь. Родители детей инвалидов надеются, что девочки останутся на воспитании в семье. Мне позвонили, я так поняла, что это с прокуратуры. Та девушка, которая мне приезжала, давала повестку. Позвонила, сказала, завтрашнее заседание переносится на 4-е, 0-9-е. А почему? Из-за недостаточности материала. Напомним, после нашего сюжета о девочках, комиссия по делам несовершеннолетних заинтересовалась содержанием и качеством лечения сиамских близнецов. После проверок органов опеки, соцслужбы и прокуратуры, родителей сиамских близнецов обвинили в недостаточном уходе за детьми, а конкретно в пропусках курсов реабилитации. Но полный список замечаний мама девочек должна услышать на комиссии. Почему ее перенесли, неизвестно. Сейчас семьей Елены активно интересуются различные службы, в том числе те, что выдают инвалидам специальные коляски. После нашего сюжета они просят Елену пройти для девочек повторную ВТЭК, врачебно-трудовую экспертную комиссию. После этого близняшкам обещали предоставить новые коляски. Осложняет ситуацию то, что ВТЭК проходит в Барнауле, а вести одновременно обеих дочерей одной Елене крайне сложно. На месте основного здания исторического ансамбля Барнаульского ликероводочного завода построят новое здание. Ему обещают присвоить статус памятника архитектуры. Но это возмущает общественников края. Почему узнавала Валентина Аскерова? Вот так выглядела ликерка больше века назад. В начале прошлого столетия здесь было построено около двух десятков зданий для производства столового вина. Ансамбль был выполнен в едином стиле и представлял собой историческую ценность. Но постепенно он начал распадаться. Сначала пожар, уничтоживший часть построек, а потом вмешалась рука человека. Уникальный комплекс памятников промышленной архитектуры был практически полностью уничтожен. От него осталось только несколько разрозненных зданий. Сначала застройщики разобрали на кирпичи три здания, рассказывают общественники. Вместо них сейчас жилые дома. А в прошлом месяце под предлогом реставрации комплекса. С географической карты города стерли еще два. По закону памятники архитектуры сносить нельзя, но можно реставрировать. На месте сноса главного корпуса, обещают застройщики, будет возведена копия здания. Но в качестве аналога, утверждают краеведы, взять не барнаульский памятник, а змеиногорский винный склад, который внешне значительно отличается от исторического комплекса краевой столицы. Мы сносим какое-то здание, разбираем, бог с ним, на кирпичи, но на его месте мы должны построить, ровно на его месте, такое же здание в первоначальном виде. Вот только так, и никак иначе. Все остальное – это уловки с целью скрытия и уничтожения памятников истории. Новым копиям хотят присвоить статус памятников. По словам краеведов, это сродни тому, если бы во Франции построили еще одну Эйфелеву башню и сразу же признали ее всенародным достоянием. К слову, ликероводочный завод Барнаула не единственный, кому угрожает исчезновение, считают эксперты. Они отмечают, за последние пару лет исторических построек снесли в разы больше, чем за несколько десятилетий. И сегодня в городах края разрушается больше сотни памятников культуры. Мы обращались по другим объектам, которым угрожает опасность либо разрушения просто от времени, от природных факторов, либо снос, как вот, допустим, с той же первой электростанции. Да, мы направляли жалобы. Алтай-коро-культура нам ответила формально. То есть они пишут в ответах, что работа проводится, мы осматриваем, мы выносим предупреждения собственникам. Эксперты подчеркивают, причин проблемы несколько. Первое – дефицит финансирования на реконструкцию объектов. Второе – отсутствие частных инвесторов, либо недостаточный контроль за их деятельностью, как в случае с ликероводочным. Одним словом, утверждают общественники и краеведы, сохранению памятников архитектуры и культуры в крае уделяется мало внимания. Чтобы защитить историческое наследие, активисты готовы выйти на митинг. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Бородовская «Динамо» впервые почти за 30 лет вышла в одну 16-ю Кубку России. Матч, который состоялся накануне между нашими футболистами и Томью, был непростым. Голов футбольные болельщики не увидели, но боролись обе команды за победу самоотверженно. Как многие матчи на вылет прошедшего чемпионата мира по футболу, этот завершился ничьей. В 90-й минуте на табло были цифры 0-0. Несмотря на дождь и ветер, на стадионе «Динамо» собралось почти 3,5 тысячи человек. Все они дружно болели за наших. Все решила серия пенальти, в которой удача улыбнулась «Динамо» в сам счет 5-4. Наши в одной 16-й финала Кубка России. Следующую встречу футболисты «Динамо» проведут на домашнем стадионе уже с командой Премьер-лиги. Алтайский спорт утверждает, что такого не было с 1991 года. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Край потеплеет, почти везде ясно и без осадков. Плюс 22 ожидается в Заринске и Камни-на-Аби, 24 градуса выше ноля в Алейске и Зминогорске, 27 тепла в Кулунде. В Барнауле ночи плюс 14, днем 23 градуса выше ноля, юго-западный умеренный ветер и без осадков. И на этом у меня все новости. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Всего вам доброго и до встречи. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Иван Усатюк на фронте 41-го года. В 1944-м прямой наводкой уничтожил несколько огневых точек врага. Когда противник атаковал батарею с тыла, в упор картечью расстреливал атакующих, а затем участвовал в рукопашной схватке. В итоге уничтожил больше 70 врагов. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.